Приветствую вас. Вы знаете, давайте мы, наверное, начнем с того, что определим, почему мужчина так всегда ведет. И первое, что мне бы хотелось вам сказать, это то, что вы заняли неверную позицию по отношению к нему. Я пишу, что это значит. Вы говорите мужчине, что вам все равно. Вам неинтересно слушать его рассказы о прошлой семье, о его ребенке и так далее. И когда вы говорите, что вам неинтересно, вы тем самым говорите, что вам все равно. И если вы говорите, что вас это не волнует, то вы всегда спокойно слушали бы то, что он вам говорит. Получается, что вас это волнует. И если вас это волнует, то почему вы не можете сказать прямо, что вам неприятно? Если вы говорили, что вам неприятно, то как на это реагирует мужчина? То, что вы начинаете срываться, и в итоге он говорит, что вы его унизили, и начинает вас оскорблять, это я понял. Интересует другой вопрос. Конкретно, как мужчина реагирует на то, что вам неприятно слушать какие-то вещи? Если он вас любит, то он совет находит, чтобы вы были счастливы. А раз так, то логично предположить, что эти его рассказы вас никак более счастливы не делают. И он говорит, что это за ответ на вопрос. Вам. Как мужчина реагирует на то, что вам неприятно? Слушайте. Если он к этому никак не прислушивается, потому что вам неприятно, то этот человек о вас не беспокоится. А этот человек о вас не беспокоит, а значит, вам и не дорожит. И, соответственно, зачем вы тогда с ним? Ради чего вы тогда с ним? Вот вы говорите, что пытаетесь с ним расстаться, начинаете отправлять его в бывшей семье, и... Что он вам говорит в ответ? Почему он не уходит? Почему вы тут спор с ним? Тогда... Это первое. Второе. У вашего парня синдром незаконченного действия и его дочь, и его семья — это источники травматичных переживаний. По сути, у него травма. И эту травму человек не может перезидеть сам. Через вас он пытается... Так вот, знаете, такая вот реакция подсознания — высказать все то, что волнует. И получить какую-то обратную связь, чтобы через обратную связь восстановить такой баланс и объективную картину мира. Потому что на данный момент у мужчины именно субъективная картина мира. Определенность, что вы ему этой обратной связи не дает. Ну, в принципе, и не должны давать, ибо абсолютно любому человеку было бы неприятно слушать о том, что до него, то есть до вас, у вашего мужчины кто-то был. Соответственно, если рассказывать еще увлеченных рассказывать, ну, значит, определенно они лучше, и эта реакция вполне нормальная. То есть, соответственно, вы можете совершенно спокойно в целях заботы о мужчине просто-напросто посоветовать ему, порекомендовать ему. Обратите к нам на ресурс, чтобы он нам здесь все напишал, всю ситуацию, если угодно, как аноним, чтобы вы не увидели его вопрос. И мы ему поможем. Мы поможем ему избавиться от прошлого. Поможем ему пережить и начать двигаться дальше. Другое дело, понравится ли вам мужчина, который получится в эту гену, это уже другой вопрос. Как вам правильно сказали, человек сам по себе не изменится. Он останется таким же, он будет также говорить о семье, никакие уговоры, никакие слова, а также угрозы, негатив не помогут ему. Потому что у мужчины травма, у мужчины фрустрация, у мужчины неогонченное действие. И активно сейчас идут механизмы защитной реакции. Отсюда оскорбление вас, там, соответственно, перенос на вас чувство ответственности, потому что мужчина чувствует сам, что не справился за своей ответственностью. И так далее. В этой ситуации, если мужчина не захочет, соответственно, обращаться к психологу, то тогда вам ничего не остается, кроме как, либо, опять же, правильно вам доказали, либо менять свое отношение к этому, то есть, зачем она с такими отношениями, а вот он говорит. И тогда на первый план выходит то, что это вас задевает. То, что он говорит, давайте подумаем, почему вас это задевает, почему вы срываетесь, почему вы не выдерживаете разговоры о его прошлом. Это ведь задевает вас, и это ваша проблема именно в данном контексте. И если вас это задевает, значит, вы чувствуете, как это перекликает с вашим внутренним миром, с вашим пониманием себя, с вашим осознанием себя. И если так, то получается, что вы в чем-то не уверены в себе. Вот и давайте подумаем с вами о том, в чем вы не уверены в себе и почему. Откуда сомнения у вас в себе, откуда не уверены и так далее. Эти моменты необходимо разобрать, чтобы вы более спокойно реагировали на то, что он говорит. Понимая, что к вам это никакого отношения не имеет. Прямого, по крайней мере, отношения к вам это не имеет. Чтобы вы не проектировали это на себя. Потому что вы это одно, а его жизнь, прошлое, это совсем другое. И перемешивать не стоит в подобные категории. Одновременно с этим, именно одновременно, а не или-или. Вам нужно четко занять свою позицию о том, что, вот, по вашему мнению, да, то, что происходит между вами вредит вашим отношениям. То, что происходит между вами вредит вашему взаимодействию. И вы не так себе представляли вообще отношения с мужчиной. А если так, то легко догадаться, что вы можете спокойно сказать мужчине о том, что вы его понимаете. Вы понимаете, что он еще ничего не забыл. И это нормально. Вот, соответственно, вы не можете бороться с прошлым. И говорите, что вы не хотите вместе с ним, вместе с мужчиной. Я имею ввиду, жить в прошлом. И говорите ему о том, что пока он не решит для себя вопросы, связанные с прошлым, вы не будете с ним вместе. Когда он освободится, тогда вы примете его. Или, если он не покажет вам желание освободиться, да, то есть вы можете ему помочь. Но вы слышите постоянные разговоры о чужих людях, вам не только неприятно. Это трата времени, трата энергии, и его, и вашей. И вам это зачем? Зачем вам слушать снова и снова про людей, на которых вам, собственно говоря, плевать по большому счету? Ну, постарайтесь, наверное, именно так ему сказать. Но, сперва нужно сделать вот именно то, о чем я сказал. То есть подумать, почему вам это задевает, в первую очередь. Чтобы говорить это без обиды, без злости, без агрессии, а совершенно спокойно. Спокойно, выверенно и уверенно в себе. Чтобы мужчина понял, что это у вас не эмоции играют, а достаточно такие спокойные, здравые рассуждения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.